Я так понимаю, да? Ну и формат двух минут, он в виде спорта, в котором я, так скажем, состоялся, будучи капитаном сборной Советского Союза, которой я горжусь. В общем, это была великая сборная, великая страна. И мы представляли порядка 130 национальностей, наверное, да, и флаг Советского Союза, который подымался по всему миру, это была гордость всех тех, кто проживал на территории нашей великой страны. Значит, мы все с вами дискалифицированы, удалены на две минуты каждый, так как формат, вообще я привык к 20-минутному формату, чистого времени, да, поэтому мы стараемся. Знаете, наверное, сам посыл не совсем верный, я присоединился к этому закону, посчитав, что он может дать возможность тем людям, которые хотят вернуться в Россию, которые волей и судеб оказались за ее пределами. Не претендую ни на какие программы, так скажем, продукты, которые у нас существуют, вот, а просто хотят вернуться. И я думаю, что я сталкивался с этим в посидевной жизни. Я знаю, многие люди, которые сейчас живут, работают и хотят, в общем, вернуться в Россию, в общем, воспринимают этот законопроект как очень хороший посыл. И я думаю, что та конкуренция, которая сейчас во всем мире растет, и особенно даже в Соединенных Штатах, молодые люди, которые получают шикарное образование, не могут найти работу. Я знаю как факт, молодежь во всем мире сегодня ищет места, где бы они могли применить свои знания, свой талант и начать свой бизнес. Как раз в этом плане Россия может быть одним из таких очень хороших преимуществ, да, для тех, кто, в общем, хочет найти. Я знаю как факт, что ребята, которые родились в русскоязычных семьях, общаются между собой, обсуждают эти вопросы. Для них это тоже будет неким посылом, так скажем, для того, чтобы рассматривать Россию как одно из мест, где бы они могли, в общем, применить свои знания. Вот, ну и, наверное, то, что вы сказали, что это любому, так скажем, дается паспорт, только заяви, наверное, неправильно. Наверное, каждый из тех, кто родился на бывшей территории Советского Союза, имеет шанс, доказав, что его предки или кто-то из его семьи жил, прямой, так скажем, родство, жил на территории Российской Федерации, в Большом Советском Союзе, имеет право, так скажем, пренедовать на гражданство. То есть, ключевой момент, это предки, которые жили на территории Российской Федерации или принадлежали к здешним народам? Ну, конечно, они те, кто, в общем, сейчас все, кто живут в постсоветской пространстве, сразу получат гражданство и приедут к нам в Россию. Спасибо. Спасибо.